Добрый день, ребята! Меня зовут Лысенко Григорий Юрьевич, я архитектор, как и все в основном здесь, как я понимаю. Хочу с вами поговорить на тему такую довольно интересную, но больше всеобъемлющую, нежели конкретную. Ну имеется ввиду не предметно об архикаде или о каких-то объектах, о проблематике, а о проблематике глобальной, это что касается архитектурной среды в Украине сегодня, кто их формирует, как мы это делаем вместе и зачем вообще нужны архитекторы людям, социуму, в чем их роль и в чем их ответственность. Мы постарались сделать эту презентацию больше, ну она такая эмоционально выраженная, нежели конкретная. То есть в принципе, ну все мы архитекторы понимаем, что человеку, не вовлеченному в процесс проектирования объяснить, кто такие архитекторы, зачем они нужны, довольно тяжело. Хотя на самом деле, если мы выйдем на улицу, то мы видим там здания, улицы и пространство, будь то парки, я не знаю, там метрополитен или что угодно. И все это сделали архитекторы за довольно длительный период времени, но все же в той или иной степени вовлеченности, даже если это инженерные сооружения, все равно архитекторы привлекаются и над ними работают. Поэтому мы отвечаем за среду, в которой люди живут, трудятся, отдыхают, проводят время, там занимаются спортом, я не знаю, но вот любые функции, которыми человек занимается, там кроме поиска грибов в лесу, ну в принципе в среде городов, сел и каких-то малых поселков, это все архитекторы. Поэтому я бы хотел просить вас помнить все время об ответственности, которая на вас лежит. Что то, что мы делаем, оно на сотни лет, ну даже по нашим действующим законом, это любой объект гражданского строительства 100 лет. Ну, то есть мы зарабатываем на этом деньги, да, мы живем за то, что нам платят, но мы должны помнить, что вот мы что-то построили и когда у нас нам что-то не хотелось, мы были заняты другими процессами, мы там поехали в отпуск и мы что-то спустили на тормозах и в итоге получили какой-то плохой объект, который будет 100 лет. Вот, поэтому, ну, кто такие архитекторы, в общем, это очень сложный вопрос и как, собственно, тезис, который, ну, хочется донести, ну, больше всего, это вот так можно сказать о музыке, что важно, конечно, кто написал музыку, но в целом, если вот ты слышишь музыку и эта музыка делает тебя лучше, добрее, веселее, тебе становится хорошо от этого, вот это значит, ну, хороший композитор написал эту музыку. Хочется также сказать об архитектуре, вот, хотелось бы, чтобы все вы делали архитектуру так, все мы, наверное, даже так, чтобы когда человек находится в этой среде или архитектуре, то он думал о чем-то вечном, прекрасном, осознавал свое понимание и осознавал, как бы, свое место в мире и зачем он живет и, в общем, думал не только о том, что ему кушать там и куда ему сходить в туалет и что у него там в телефоне, вот, а о чем-то более возвышенном. Поэтому, ну, как бы, там наш, ну, конкретно о Киеве, потому что Киев, как бы, наше место жительства, я так понимаю, все равно большинство людей, находящихся сегодня в зале, это киевские архитекторы или мастерские киевские, соответственно, там, ну, Киев это одно из самых красивых городов мира, очень живописный ландшафт, там, Днепр это четвертая по протяженности река в мире, там, Амазонка на первом месте, Нил на втором, на третьем Дунай и Днепр на четвертом месте. То есть, с точки зрения месторасположения, ландшафта, вообще красоты места самого, то Киев это одно из красивейших мест в мире, а не только в Украине. Поэтому, ну, как бы, наша задача его не испортить, а только украсить. Вот. В принципе, ну, кто-то же задумал наш мир, и он задуман довольно неплохо. И, ну, в некотором смысле можно сказать, что наш мир тоже создан архитектором, просто его уровень сознания, он немного другой. И если подумать о том, где мы все с вами отдыхаем и чувствуем себя идеально, то это, скорее, обычно, более природное место, нежели более техногенное. Ну, мало таких людей, которые, там, я не знаю, там, отдыхают на заводе, там, в сварочном цеху. Все отдыхают на море, там, в лесу, на речке. И, собственно говоря, если подумать не только о том, что мы видим, но и о том, из чего состоит человек, кроме физической оболочки, то не все тела человека, они взаимодействуют только с физическим миром. И, соответственно, все люди, они знают, что вот идеальная архитектура, она, ну, вот какая-то такая, ну, созданная природой. Вот, теперь хочется поговорить о социальной роли архитектора в обществе. Ну, исходя из того, что я сказал по поводу того, что вся среда, сформированная нами, и в ней люди живут, трудятся, отдыхают и проводят все, ну, большинство функций, которые связаны с жизнедеятельностью человека, мы, архитекторы, очень тесно взаимодействуем с правовым полем. Ну, правовое поле в Украине, это там порядка четырех основных законов по поводу проектирования, надеюсь, все вы их знаете. И, ну, сегодня, скажем, Верховный Совет наш занялся реформированием серьезным архитектурной, ну, градостроительной деятельности, архитектурная деятельность, которая является частью этого градостроительной. Собственно говоря, там есть два законопроекта 56-55 и 56-56. Мы пытаемся, там, через социальные сети и палату привлечь внимание архитекторов к данным законам, потому что вообще, в принципе, эти законы, если посмотреть какие-то видео с этим связанные, они призваны на децентрализацию контроля ГАСКа, а по факту, как бы, ну, многие люди в эти законы заложили такие механизмы, которые нам, архитекторам, очень сильно урезают права, как-то, например, подписание любого договора на проектирование является отказом от авторских прав. Ну, думаю, что многие из вас, особенно в государственных объектах, часто сталкиваются с проблематикой того, что будь то заказчик, генподрядчик или еще кто-то пытается там как-то украсть деньги, и очень часто архитектор единственное звено в цепочке рождения объекта, которое препятствует или старается препятствовать этому действу произойти. Ну, так как, ну, чаще всего архитектор заинтересован в результате, они в самом процессе, по большей части, ну, по крайней мере, архитекторы, которых я знаю, я знаю немало, ну, в 90% случаев они за пространство в большей степени, нежели за то, чтобы там каких-то денег украсть или заработать. Но суть даже не в том, ну, я бы очень просил вас просто зайти на сайт Верховного Совета всех, там в поиске написать 56-55, есть ссылка на закон, это, ну, как бы, закон в сухом виде, это где 200 страниц А4. Ну, там, если сконцентрироваться, на пару дней читать, язык очень тяжелый, но можно осилить. Но закон в чистом виде читать бессмысленно, потому что там, например, написано, там, убраны статьи, там, из, например, закона о градостроительстве номер, там, 6, 4 и 7. И самих статей в самом законе нет. Поэтому второй файл – это закон с разъяснениями. Что такое закон с разъяснениями? Это вот там вот будут написаны статьи, которые они пытаются изъять из закона о градостроительстве, ну, с этим законопроектом. Я бы очень просил вас именно читать это прямо вот с сайта Верховного Совета, потому что не стоит смотреть какие-то ролики в Ютубе, там, опираться на чье-то мнение. Хочется, чтобы у каждого из вас сложилось мнение по поводу этих законопроектов. А, да, и второй законопроект 56-56 – это о том, что после того, как государство, как регулятор выйдет из процесса создания градостроительных объектов, оно хочет ввести туда уголовную ответственность. Тоже, ну, как бы, вроде все логично, только мне бы очень хотелось, чтобы тогда Верховный Совет сначала отменил неприкосновенность депутатов, ввел уголовную ответственность, если депутаты не выполняют свои предвыборные обязательства. Ну, логично, правда, если мы отвечаем за то, что мы проектируем там и строим, хотя на архитектора возлагается сегодня, ну, это тоже комично, ведь архитектор является регулятором, да, но мы работаем всегда на заказчика, который платит деньги и выдает нам строизадания. И в том или ином смысле мы все равно должны выполнять условия, которые ставит заказчик. Как бы мы не пытались его направить на путь истинный и сделать объект более привлекательным, более пригодным для существования человека, все равно, ну, как бы заказчик, он трактует, что мы делаем. И поэтому в конечном итоге делать ответственным архитектора, на мой взгляд, ну, это нелогично, но мы же не о логике, а о том, что я думаю, что вряд ли кто-то из архитекторов, сидящих сейчас в зале, подавал свои пожелания в закон 56-55, а вот застройщики подавали свои пожелания. Если вы не поленитесь и почитаете законопроект, то вы увидите, что это так. Чем это нам грозит? Да, в принципе, ну, как бы прогноз следующий. Если, ну, сегодня этот закон протянут в том виде, в котором он подан, то существование свободных мастерских в Украине, ну, оно будет уменьшаться, количество больших проектных институтов увеличивается. Почему? Потому что просто застройщики создадут себе подконтрольные проектные институты, куда будут набирать народ, и чем больше народ будет думать, тем лучше. Ну, как бы для эффективности процесса строительства девелоперами это самый эффективный путь. Какого качества будет это, ну, проектирование, я думаю, ну, все вы видите, что происходит, условно говоря, в Киеве, в спальных районах. Ну, хочется отдельно заострить, кстати, на жилье ваше внимание и сказать вам, что, ну, я не знаю, там, из 100 архитекторов, которых я спрашиваю по поводу жилых домов многоэтажных, к сожалению, отвечает 10. Вот в зале есть люди, которые знают, кто придумал многоэтажные жилые дома. Поднимите руку, пожалуйста. Ну, вот кто первый начал строить многоэтажные жилые дома? Вы же архитекторы. Вот ответ очень простой и ужасный. Древние римляне в дохристианскую эпоху подумали, что содержание рабов, ну, как бы в отдельном жилье, это довольно расточительно. И они первые, кто начали строить многоэтажные дома жилые для компактного содержания рабов на территории. Я думаю, что я не открою вам большого секрета, что, ну, со времен Древнего Рима мало что изменилось. И все страны, которые нам очень нравятся в плане архитектуры, социальные среды, ну, например, там, если говорить об Украине, это, например, Западная Европа, там, какая-нибудь Бельгия, Голландия, Германия, еще что-нибудь. Они, это все страны с малоэтажной застройкой. Ну, потому что, как бы, человек, он как был, там, метр семьдесят, средний рост, последние, там, я не знаю, сколько тысяч лет, так и есть. И поэтому все, что человеку не самоштабно, все, что выше, там, двух этажей, это не самоштабно человеку, это все на него влияет деструктивно, то есть разрушая его, потому что он не видит своей самоштабности относительно этих зданий. Капитал, он действует, ну, совершенно в другую сторону. Ну, то есть нас все время пытаются заказчики приучить к тому, что мы должны думать о том, чтобы побольше они зарабатывали. Это правда, но только отчасти, ну, как и все. То есть мы, конечно же, должны переживать, чтобы они, ну, те объекты, которые мы для них проектируем, могли реализовывать. И если это, там, что-то очень сложное в построении, выполнении и строительстве, они не смогут заработать денег, соответственно, работа не будет у нас, и нам нечего будет кушать, и мы перестанем быть архитекторами. Это важно. Но здесь, как и во всем, очень важна золотая средина. Мы должны, ну, быть неким сдерживающим фактором для желания рынка. Я вот, опять же, там, о наболевшем могу сказать. Вот вы же все проектируете, там, в разных, там, местах, да? Это может быть и Киев, это может быть центральный ареал, это может быть пригород, это могут быть какие-то объекты, находящиеся вне города, это может быть вся Украина, это может быть весь мир. И вы знаете о том, что в целом сегодня в Киеве, там, за последние годы сложилась интересная тенденция по поводу стоимости проектирования. Цена на рынке услуг строительных растет, ну, то есть мы сегодня имеем квадрат в новых жилых домах в районе 1600-1800 долларов в, там, уже 12-километровой зоне вокруг центра города, при этом цена на проектирование стабильно падает. Ну, то есть и нет такого, что ты приходишь заказчику проектировать объект, там, в котором он продает жилье по 6-7 тысяч долларов за квадратный метр, и он у тебя такой, ты такой умный, такой красивый, такой классный, давай я тебе заплачу ним по 7 долларов, а по 50 за квадратный метр. Вот, но тут вот ребята начали, мы же все проектили вот в 2008 году, и тогда платили 25, 30, 50 долларов за квадратный метр, и все было нормально. Вот, идея этого закона именно в том, чтобы, ну, как бы, снивелировать нашу роль, до просто начертить что-нибудь, что кто-нибудь построит. Очень не хочется, ну, лишиться всех прав и остаться с одними обязанностями и уголовной ответственностью, поэтому очень прошу вас, ну, отнестись к этому серьезно. И если, кстати, сертифицированных архитекторов в Украине 4,5 тысячи. Ну, можно там легко интерполировать, я думаю, что не сертифицированных раз 10 больше. То есть 45 тысяч архитекторов в Украине, если, я думаю, хотя бы половина из этих людей почитает законопроект и примкнет к тем, кто пытается его повернуть в русло, ну, не могу сказать нормальное, но хотя бы такое, которое не полностью как-то снивелирует нашу роль в обществе, будет прекрасно, на мой взгляд. Ну, вот, на этом слайде мы бы хотели показать вам, что в целом, ну, если говорить о каких-то течениях духовных и мыслях о смысле жизни, то все есть тьма, ну, то есть без света в мире вот все выглядит вот так. И хотелось бы верить в то, что, ну, архитекторы есть, ну, такой луч света, и когда мы светим на что-то, то если бы мы вложились в это, то может получиться так. И, возможно, ну, как бы какая-то часть человечества обратит внимание на то, что есть разница между тьмой и светом, и подумает о чем-то, о том, о чем мы бы все хотели, чтобы они подумали и стали бы лучше, просто увидев какие-то наши здания или побывав в каких-то наших пространствах. Вот. Поэтому, собственно говоря, очень прошу вас помнить о том, что мы формируем среду обитания, прошу вас, чтобы вы были причастны не только к своим объектам, но и очень хотелось бы, чтобы мы все видели друг в друге соратников и, так сказать, братьев по оружию, а не конкурентов и людей с другими какими-то взглядами и так далее. Потому что мы все общее дело делаем, и если мы объединимся в какой-то нормальный сильный профсоюз, то у нас будет возможность отрегулировать рынок в части стоимости и отрегулировать рынок в части качества. И, в принципе, влиять на государственные нормы строительства и влиять на генеральный план. Ну и не буду перечислять все еще остальные наши наболевшие моменты, которые всем надоели, я надеюсь, так же, как и мне. Поэтому прошу вас, ребята, быть причастными. Спасибо за внимание.